У меня 1163 рубля, например, за декабрь, а до начислили мне еще 2600. Привычные цифры в счете существенно выросли из-за расходов на общедомовые нужды. Жительница Березняков не единственная, кто готов поспорить с неожиданно высокой суммой, указанной февральской квитанцией на оплату коммунальных услуг. Через несколько дней сотни березняковцев вышли на пикет против необоснованных начислений. Вот пока вот эти были не совсем заоблачные, я платила. Но когда, извините, пришло в четыре раза больше, чем у меня на счетчике, и я посчитала, сколько это будет в масштабах моего дома, извините, целый бассейн. В конце прошлого года губернатор Пермского края подписал постановление об установлении в регионе предельного уровня платежа за ОДН, чтобы защитить жителей от заоблачных цифр. После чего многие ТСЖ и управляющие компании навели порядок в расчетах потребления ресурсов. Установили общедомовые и индивидуальные приборы учета, устранили утечки и начали выяснять реальное количество жильцов. Результат – плата за ОДН не превышает норму, а порой, говоря канцелярским языком, имеет отрицательное значение. Однако шокирующие цифры исчезли далеко не из всех квитанций. Часть управляющих компаний попросту проигнорировала новое правило. Они продолжали начислять плату за ОДН, руководствуясь исключительно своими соображениями. И, естественно, жильцы в этих домах достаточно сильно страдали. Именно мы понимаем, что именно от этой группы компаний был подан иск в арбитражный суд Пермского края об отмене этого постановления. Краевое постановление в арбитражном суде попытались отменить два ТСЖ. Инженерная 12 и Адмирала Макарова 25, а также управляющая компания «Управдом», сославшись на то, что она носит рекомендательный характер. На сегодняшний день внесены изменения в постановление правительства 354-го. Эти изменения были внесены в конце марта месяца. И эти изменения говорят о том, что платеж не должен превышать нормативного предъявления. Суд принял решение оставить в силе постановление, считать его правомочным. Этот суд не последний, уверены краевые власти. Тем не менее, в Министерстве энергетики и ЖКХ и дальше намерены добиваться справедливого начисления платежей за общедомовые нужды. Александра Михеева, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.